здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева прежде чем представить вам свою новую работу по воспитательному дому я хочу поблагодарить всех кто поддерживает мой канал финансово и кто мне помогает собрать на видеокамеру я сама не ожидала но вот у нас анна столярова соратница бросила такой клич и очень многие откликнулись в том числе и зрители канала и конечно же девочки соратницы которые меня знают давно вместе с нами ходят по допотопной москве поэтому я хочу выразить свою благодарность признательность а не столяровой марине павловне г это вообще постоянная поддержка моего канала финансовое огромное вам спасибо марина павловна все идет на дело марина сведерская за теплые слова спасибо марина ольга ермакова светлана умнова стефания капралова николай конопленко галина александровна ирина шаталова татьяна дмитриева ирина радченко ирина колесникова маша наша маша елена с экскурсии по зарядью к сожалению не знаю фамилию екатерина белова елена вострикова александр анатольевич на добрые дела написал благодарю мэри геннадьевна елена борисовна к и многие многие другие кто поддерживает том числе канал на камеру я собрала осталось мне 7000 собрать так что в общем то сама не ожидала с вашей помощью вот вот и скоро у меня будет новая камера и конечно же будут новые съемки интересные будет гораздо приятнее так работать хорошей техникой о чем хочу сказать что добро она возвращается я сама тоже финансово поддерживаю периодически кого-то вот как мне кажется надо помочь и был у меня совсем недавно такой случай я решила помочь одному человеку он потерял свою жену я прочитала ее страничку мне казалось ну просто тронула мне до глубины души страничка этой женщины незадолго до смерти она говорила что вот и вселенная слышит наши мысли вот с сыном она встретилась еще что то я переслала этому человеку ну как бы на ее карточку получается 1000 рублей ну анонимно и буквально через час в течение часа мне кто-то точно также анонимно переслал 1000 рублей это чистая правда я вам говорю я просто знаю так так работает закон я пересылала не для этого просто так оно работает добро возвращается неважно от кого кому она идет во вселенной точно так же как и зло возвращается тем кто его сеет точно так же и тем кто дарит добро и сеет добро добро возвращается так работают законы вселенной поэтому я вас всех благодарю кого если не назвала по фамилии прошу прощения вы можете мне написать в личку я обязательно скажу об этом не раз буду говорить и благодарить перед началом своих фильмов всех вас просто огромное мое уважение к вам и моя признательность продолжаем тему искусственно выведенных гибридов людей это подсказки волкова по теме урфин жуз и его солдаты нам никак не обойти тему сиротских и воспитательных домов этой темы я занимаюсь более трех лет я знаю что и многие блогера тоже эту тему поднимали но я иду своим путем своим исследовательским путем потому что невесть откуда взявшиеся шариковы аккурат в моменты всевозможных бедствий войн революции деграданты разных мастей не берутся из ниоткуда нищета безграмотность бедственное положение бесцельность существования есть результат продуманной политики оккупантов планеты именно когда у человека у населения нету общей цели цели будущего проекта будущего они начинают деградировать потому что они не видят смысла в своем существовании а человеку разумному обязательно нужен смысл он должен понимать для чего он живет на этом свете вообще смысл жизни это очень серьезный вопрос который надо отдельно обсуждать вот только сейчас я пришла к этой мысли хотя раньше в детстве с детства сколько я себя помню где-то лет четырех точно я уже этим вопросом задавалась для чего я пришла в этот мир и вот только сейчас вот только сейчас я поняла что вопроса смысл жизни он очень важен и и это имеет напрямую отношение ко всей нашей истории и советской истории и оккупационной истории и только во время великого советского союза теперь так буду говорить то что здесь действительно было величайшее образование рабочих и крестьян трудящихся да паразиты там были безусловно да они в конце концов съели развалили советский союз но само образование она была уникальна в истории за 500 лет по крайней мере в известной нам истории и она дала результат она показала что это не просто болтовня философия на тему кому жить хорошо а это действительно результат то есть человеку был дан смысл жизни многим поколениям поэтому был такой взрывной момент развития цивилизации всего самого лучшего созидания потому что человек приходит мир созидать и когда у него есть такая возможность когда среда еще это позволяет что человек раскрывался любой человек причем независимо от его статуса рождения а их а их не должно быть каких-то статусов права должны быть у всех возможности должны быть у всех у любого человека другое дело воспользуется он и ими или нет но возможности развития должны быть у любого человека вот как он только пришел в этот мир и советский союз это показал советская власть это показала она дала такую возможность поэтому поэтому все получилось поэтому до сих пор бояться и ненавидит советский союз вы знаете что я периодически провожу маршруты по допотопной москве и недавно у меня был один такой маршрут посвящен императорскому воспитательному дому ну так он зовется им императорский воспитательный дом в москве я собирала материал по этой теме и через официальные исторические справки там где швы не складываются я буквально ныряю в эти бреши чтобы вытащить правду но не верю я в искренние чувства богатеев олигархов у которых неограниченная власть на оккупированных территориях над население в том числе их жалость к бедным и обездоленным сиротам коих почему-то при романовых но немерено оказалось бесконечный поток сирот и подкидышей подкидыши груднички бездомные бесхозные родителей нет процветает проституция легализован она и во времена екатерины второй и при павле и при николай первом и при александре втором и при александре третьем и при николай втором вплоть до октябрьской революции все прекращается лишь с приходом большевиков советской власти не сразу но удалось взять под контроль беспризорников и наладить их быт а также сохранить жизни и дать социальные лифты этим несчастным детям многие беспризорники при советах вышли в реальную жизнь и состоялись не просто как люди а как известные люди люди очень полезное общество истории таких было много при ссср а вот чудесных историй и сиротских воспитательных домов при романовых что-то нет от слова совсем по крайней мере мне за пять лет плотных изысканий по этой теме не встретилась ни одной такой счастливой судьбы не правда ли интересная закономерность вот нам якобы рассказывают про то что из бедных крестьян из крепостных выбились и стали морозовые рукавишниковые но это тоже вранье это полнейшее вранье это сказки для вот для сегодняшних вот для обывателей сказки откуда они взялись эти олигархи это отдельная тема но истории про сирот которые вышли в люди у которых которые чем-то стали известны нету при романовых если есть то напишите я с удовольствием познакомлюсь интересная закономерность не правда ли ах это монархия царь сильный державный вранье не было при захватчиков романовых никакого самодержавия это еще одна сказка для населения были немецкие колонии одной большой и не очень дружной европейской семейки габсбургов альденбургских лихтенбергских гоптер гольштейнов священной римской империи или романовых римских сегодня уже очень много доказательств и не только я эту тему исследую очень много блогеров ведет эту тему и нашли массу тому подтверждение что романовый римский это есть одна вот эта вот семейка всех причислять язык сломаешь я уже сказала повторяться не буду в данном фильме рассмотрим именно историю воспитательного дома в москве по улице солянка территория этого дома занимала большую площадь но целый квартал можно сказать между китай городской стеной улицей солянка и москвой рекой москворецкой набережной сегодня я выяснила интересные моменты так в книге историка сытина год издания 1952 то есть это сталинское издание еще мимо китай городской стены проходила древняя дорога двенадцатого века шла из киева в суздаль ростов великий владимир на клязьми так пишет сытин но об этом об этой дороге я еще поговорю в других фильмах то есть была когда-то древняя дорога была была до исчезла потому что был перекрыт китай городский проезд при екатерине второй как раз но может быть он был перекрыт ранее просто тема история восходит именно к этому времени времени екатерины второй перекрыли этот проезд его некоторое время не было до стены то есть подойти сюда было нельзя возникли пустыри и пустоши луга и болото так нам рассказывает официальная история рядом здесь есть кулишки говорят так называли овражки или опять таки болото то есть это места вот где солянка низина тут мара москва река низина болотистое все место вот вот такой вот нам рассказывают и почему бы не поверить в общем то можно можно и поверить в это во все может быть оно так и было заряде говорят слов были сплошные пустоши и болото да и сам воспитательный дом построен в низине и в очень плохом месте опять таки это по официальной версии как писали о нем из-за и из-за этого была очень высокая смертность у воспитанников вот как бы за того что здесь климат плохое унизение и вот вот все плохо плохо ну вот он этот страшный воспитательный дом страшное место просто сейчас все конечно по-другому но она все равно от него какой-то жутью веет сейчас закрыт такое ощущение как будто как будто то время проникает сюда в наше пространство дает о себе знать но опять-таки все по порядку я просто сейчас фиксирую ваше внимание на вот этих реперных точках то есть о чем нам говорят что здесь были пустоши заливные луга низина болота это официальная версия и вся эта версия она восходит как бы вот эти болота низина они восходят к времени екатерины второй но в книге сытина у нас дорога двенадцатого века дорога причем трасса межгородская трасса не трасса между между княжеская и вдруг она куда-то исчезает и во времена екатерины второй здесь болото и пустоши вот я к чему говорю значит шла шла древняя дорога через москву реку я полагаю и полагаю что был каменный мост сейчас эта дорога как бы между мостами но вот китай городский проезд она находится в данный момент существует два моста большой москворецкий и большой устинский в любом случае между васильевским спуском и зарядием слева от древней дороги была древняя же пристань это поведали археологи которые занимались раскопками то есть напротив заряди была древняя пристань и еще оказывается была одна пристань аккуратно против воспитательного дома и тому из подтверждения фотографии конца девятнадцатого века то есть было две пристани одна городская напротив зарядья и одна перед воспитательным домом кстати там и сейчас есть пристань и вдруг при екатерине номер два дорога исчезает сейчас этот участок называется китай городским проездом дорога исчезает потому что воспитательный дом своими территориями прямо примыкает китай городской стене по официальной версии воспитательный дом был обнесен глухой стеной чтобы связь с внешним миром была минимальной а что ж такое то чего все началось а началось все с некого человека близкого екатерине поговаривать что он чуть ли не отец ей был это иван иванович бицкой но прямо без кой без какой фамилия такая усеченная от полной фамилии его отца трубецкой половинки давались небрачным детям темная лошадка этот бицкой однако личный секретарь екатерины и ее главный советник и им вот этим бицким просто умиляются наши краеведы и либералы вот сколько я перелопатила материала я слушала очень много и аудио видео и статей читала на эту тему но они прям вот перед ним преклоняются что называется ну чудо не человек они пишут и говорят вот такой просветитель такой благодетель хотел он вырастить нового человека и да жаль что в наше время нет таких сподвижников это буквально цитата из одного официального видео но почему же нет сподвижников у нас есть ювенальная юстиция у нас есть вон оксана пушкина у нас есть роднина которые вот лоббируют эти ювенальную юстицию отбирания детей из семей у нас тут все есть все как положено у нас бизнес бизнес индустрия суррогатного материнства а также продажи детей однополым парам за границу как выяснилось пандемию да вы в рф процветает этот прибыльный бизнес и на украине он процветает акушерство и гинекология очень прибыльный бизнес в определенных кругах я бы вам сказала кто его курируют однако вы и сами можете догадаться кто главный в мире по этой теме а здесь у нас находятся филиалы но если вы посмотрите на фамилии заведующих вот этими нашими акушерскими самыми главными домами то вы сами все поймете там все просто все ничего не скрывается все в открытом доступе и посмотрите биография тех кто этим кто это все курирует там все просто полный полный что называется трындец у нас все в порядке с этой отрасли рекламируют звезды своих отпрысков которых купили через эко и суррогатное материнство а эти сурмамы женщины о которых никто и ничего не знает сколько их выживает а сколько умирает сколько удачных опытов а сколько нет вы знаете статистику нет правильно это тема секретная это ж коммерческая тайна как-никак ты же это ж тайна коммерческая наш душу душу об этом говорите вообще лучше в эту сторону не смотрите а чем екатерина и бицкой хуже современных продавцов и младенцев или то время оккупантов чем она хуже современного времени современных оккупантов сама екатерина пришла к власти в результате военного переворота и убийство своего мужа петра третьего в стране масса беспризорных и безнадзорных детей интересно откуда они все взялись а где их родители о это к делу не относится кому какое дело и так императорский дом официальная справка иван иванович бицкой предложил екатерине 2 создать учреждение для презрения несчастно рожденных младенцев дабы сохранить им жизнь потому что женщина убивали нежеланных несчастных детей вот чтобы уменьшить это явление и был издан указ строение подобного дома презрения а еще бицкой считался последователем философского направления руссо и какой удачный момент можно экспериментировать сколько угодно ответственности никакой дети и так были бы умершвлены своими матерями а тут вдруг получится хороший результат бицкой планировал вывести определенную породу людей для прислуги высшему свету и породу мещан но прям вот вот как мичурин прям такое он считал что можно человека обучить трудовым навыкам и он будет полезен обществу вернее высшему свету и классу господ приходится постоянно делать перевод чтобы наши советские понятия общества народа неверно не истолковывались для того времени бицкой думал не о народе бицкой думал о выведе человека служебного вам ничего не напоминает это сегодняшние дни такие параллели ну либо время великой отечественной войны и концлагеря где проводились опыта по выведению определенного рода людей то есть это не сегодня родилось вот этот фашизм он родился не сегодня хотя бицкова преподносит но если посмотреть на то что он провозглашал или ну там не так много информации о нем сохранилось но даже этого достаточно для того чтобы сделать определенные выводы и люди их делают только одни делают в одну сторону а другие в другую сторону вот я делаю в свою сторону я смотрю с точки зрения советского человека человека которому повезло жить в стране рабочих и крестьян где все-таки было какой-никакой но народа праве но все-таки было да она саботировалась саботировалась но она все-таки было и это был уникальный опыт для всего мира при захватчиках общество всегда кастовая это господа и их слуги и рабы по другому никак хотя про воспитательный дом говорят официалы что подкидыши крестьян не могли никогда стать крепостными а могли быть только государственными крестьянами то есть для них уже вот их уже никто не закрепощал я не знаю хорошо или это плохо на тот момент это надо конкретно разбирать то время а информации у нас о нем очень мало ну настоящей ценной информации но и конечно никакого социального лифта эти воспитанники воспитательного дома кому повезло дожить все таки до выпуска кроме тяжелой работы выслужение это у них была единственная перспектива и никаких других то есть это человек удобный человек служебный для класса господ ну и то хлеб потому что для других беспризорников и ненужных детей несчастно рожденных и даже такой возможности не было был представлен проект два огромных корпуса центральным с двумя церквями один корпус каре назывался вот для девочек другой для мальчиков отдельно и вспомогательное помещение по периметру а также опекунский совет справка московский императорский воспитательный дом заложен в 1764 году по инициативе просветителя и и бедского как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот подкидышей и беспризорников крупнейшее здание москвы до революционного периода длина фасада по набережной 379 метров из трех корпусов каре 18 веке были выстроены только два архитектор карл бланк восточный корпус завершен в двадцатом веке архитектор лавейка в девятнадцатом веке расширением воспитательного дома завидовали архитекторы жильярди доминика жильярди григорьев быковский до 2013 года в зданиях воспитательного дома базировалась военная академия рвсн и российская академия медицинских наук ансамбль изданий входивших комплекс воспитательного дома является памятником архитектуры 18 20 веков сюда принимали подкидышей не надо было ничего писать кроме крещен не крещен младенец самый момент закладки как они говорят закладки первого здания каре для мальчиков был построен для девочек так и не был построен и говорят что в этот момент или чуть ли не в этот же день принесли аж сразу 19 младенцев подкидышей то есть еще здание не было а подкидышей уже принесли вот такие есть легенды насколько их проверить насколько они верны пока им нет возможности проверить вот что есть то есть был родовспомогательный корпус для несчастно рожденных детей и несчастно родивших женщин которые не могли оставить ребенка и оставляли его здесь же слово несчастно рожденные не я придумала их так тогда называли важно внимание по замыслу бицкого огромный дом был обнесен окруженным строением без выходов на улицу чтобы дети росли и воспитывались здесь вне впечатлений мира но чтобы плохой мир не портил воспитание чтобы возник с чистого листа новый человек окружное строение по первоначальному проекту достигало линии берега внимание так что перед домом не было городского проезда разбивался сад и так к этому времени это глухое место у реки дороги древней нет пустыри болота низина до до глухой забор который частично сохранился до второй половины 19 века есть на фото но у меня вопрос по набережной и и как бы нет спуск к реке был но сейчас есть довольно высокая набережная по официальной версии где рядом зарядье есть культурный слой да и храм всех святых на кулишках он также утоплен в культурный слой ну ну сарказм я говорю на несколько метров по поводу культурного слоя зарядье нам экскурсоводы расскажет что это сплошь строительный мусор сплошной строительный мусор но там были обширные подвалы везде подвалы и подземелья про подвалы вам не расскажут сейчас но про подземелья зарядье и хитровки которые с другой стороны как бы воспитательного дома находится нам уже поведает дядя геля и москва и москвичи и что написано пером то не вырубишь топором но экскурсоводы про это уже не говорят только про строительный мусор и так по факту по всей набережной стоят обширные глубокие подземелья и возможно каменные палаты были и здесь что подтверждает рисунок переулка конца 19 века на пустыре воспитательного дома якобы на пустыре а что под этими пустырями было официальная справка нам льет лилей ах как замечательно детки которые неизбежно бы погибли в море житейском я опять цитирую между прочим вот это вот вот эти вот обороты речи очень красивые в море житейском они получали возможность образования и воспитания недалеко от воспитательного дома в заряде стояла церковь николы мокрого покровителей рыбаков и спасения на водах так фильме есть такой фильм я кстати мы очень благодарна этому фильму на ютубе облюбование москвы там масса интересной информации и ведущий говорит сама церковь снесена в 1940-е годы никола мокрый от киевского названия легенды спасения мокрого младенца упавшего в днепр мокрый но живой никола мокрый спасение на водах и детское спасение одновременно на мокром лугу на водополе возник дом детского спасения воспитательный дом вот так то есть я вам процитировала вот такую прям вот лилей лилей прям мед медный прям сласти сладкие вот так вот все вот это вот такой вот прямо льется да вот 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 про просто заливается льется заливается ах какая благодетельность и про дом и про николу мокрого которому мы еще вернемся но возможно в следующей части да необходимо по без кому сказать что он был основателем смольного института благородных девиц о которых нам опять-таки либеральные деятели с умилением рассказывали еще и советские времена что это было но так круто но так круто но это в литературу попадала это фильмы попадала в том числе вот рожденной революции да там главной героиня она как раз выпускница смольного ах какие благородные девицы маленькая ремарка девиц брали и по бицкому смольный не старше шести лет брали из семей и родители давали расписку что никогда не потребует своего ребенка назад ни при каких обстоятельствах не будут спрашивать о нем и его вообще жизни как мило ну мило же то есть ребенка маленькую девочку отдавали на воспитание или что там с ними делали навсегда как в прорву с концами никто из родных ничего не мог они узнать какова ее судьба по крайней мере на на время вот этого воспитания жива она или нет насчет воспитания и образования да конечно образование выжившим девицам давали но какое в стиле бицкого и его нового человека в том числе о них я институтка я дочка мергира я черная моль я летучая мышь когда они попадали про девиц и смольного говорили что они абсолютно инфантильные совершенно не приспособлены к жизни не знают что такое деньги и как расплатиться с горничные это они выпускницы смольного выброшенной жизни в семнадцатом году в 1917 совершенно не могли приспособиться жить за границей это про них известный шансон я институтка и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»